Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Все мы знаем о трагедии, которая произошла с Анастасией Заворотнюк. Кто-то помнит ее, кто-то любит и сейчас. Кто-то смотрел только мою прекрасную няню и помнит ее по тем ролям, по той роли. Кто-то смотрел с ней более свежие выпуски какие-то, где она была телеведущей. Есть почитатели таланта, есть люди, которые просто знают Анастасию Заворотнюк как великолепную актрису. Но вы знаете, дело все в том, что при освещении ее состояния здоровья есть мерзавцы, грязные, абсолютно мерзавцы, которые позволяют себе говорить такие вещи, которые, я считаю, ни один нормальный человек здравомыслящий просто себе не позволит говорить. Вообще среди журналистов очень много грязных абсолютно людей, которые не чураются самыми какими-то последними методами, самыми грязными методами подкупа медперсонала, чтобы сделать какую-то фотографию, как в частности предлагали медперсоналы клиники, где лежит Заворотнюк, миллион рублей, чтобы кто-то сфотографировал ее, значит, и вынуждены были выставить охрану. Я хочу сказать, что сейчас то, что я прочитал, меня просто повергло в шок, потому что СМИ фактически похоронили Анастасию Заворотнюк, которая борется за жизнь. И мы не знаем до конца состояние здоровья, потому что близкие решили не сообщать. Однако же мы точно знаем, что говорить человеку стоит только Настя, живи, но никак не говорить о том, что рядом с близкими, которые умерли один за другим, отец, брат и вся семья Крестного зарезервировано свободное место на кладбище. Это чудовищные вещи, которые, я считаю, должны быть подвергнуты всеобщему, всеобщему осуждению. Вот слушайте, что пишут, рядом с могилами родных Заворотнюк есть свободное место, оно зарезервировано. Ведь мы сами прекрасно понимаем, что журналист, который это написал, он скажет, а я просто написал, что это есть место рядом с семьей Заворотнюк, да, царствами небесные, которые захоронены. Но ведь отсыл в голове у нас сразу идет, что, так сказать, Заворотнюк в больнице, непонятно между жизнью и смертью или что там. Но тем не менее мы это понимаем, мы это знаем. И как мы воспримем эту новость, как люди воспримут эту новость? Совершенно однозначно, что если место зарезервировано, то оно зарезервировано конкретно для определенного человека. Я считаю, что это проявления, мерзкие проявления абсолютно, которые необходимо пресекать. На семейном захоронении родных актрис Анастасии Заворотнюк в Подмосковье, это Анкудиновское кладбище, зарезервировано свободное место. Об этом заявили журналисты программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Напомню, НТВ превратился в самый помойный, по-моему, канал современности, где показывают абсолютно помойные сериалы, где перемывают кости вплоть, я не знаю, до самой маленькой косточки и живым, и здоровым. И уже все переплелось там. Этот шабаш дьявочный над НТВ, у него нет ни начала, ни конца. В августе СМИ сообщили, что актриса больна раком головного мозга, в середине сентября, что состояние Заворотнюк резко ухудшилось. Однако в программе «Звезды сошлись» было показано интервью с пациенткой больницы, которая заявила, что Заворотнюк умирает, и врачи поддерживают искусственное дыхание и работу сердца. Значит, и в эфире программы была озвучена информация о том, что на Анкудиновском кладбище, где похоронены родные актрисы Анастасии Заворотнюк, есть одно зарезервированное свободное место. По данным журналистов телеканала, за последние несколько лет в жизни актрисы случилось сразу несколько трагедий. Около четырех лет назад, предположительно от онкологического заболевания, умер ее отец Юрий Заворотнюк. Через год сгорела семья крестного актрисы, после этого умер родной брат Анастасии Заворотнюк. Мы скажем, не дай бог никому пережить столько потерь в несколько всего лишь лет, а самое главное, не дай бог матери Анастасии Заворотнюк, которая похоронила отца сына, и сейчас на грани жизни и смерти находится дочь. И вы можете представить, что СМИ выходят поголовно с заголовками о том, что на Анкудиновском кладбище, рядом с могилами родных Заворотнюк, есть зарезервированное свободное место. Когда мы знаем, что Анастасия Заворотнюк находится в тяжелейшем состоянии в клинике, да, до конца мы не можем располагать, но неоспоримый факт, что она действительно больна и действительно находится в больнице и действительно борется за жизнь. Я считаю, что это абсолютно омерзительные вещи, которые недопустимы просто делать человеку. Если это делают, то это не люди, которые должны быть подвергнуты всеобщему осуждению. Я считаю, что передачу, которая сообщает, такие вещи необходимо закрыть немедленно и людей разогнать оттуда. Как можно, как можно о человеке, об актрисе, которая находится между жизнью и смертью, находится на грани, находится, так сказать, с таким диагнозом и за несколько лет столько перенесла трагедии и потерь, говорить, что рядом с родными зарезервировано свободное место на кладбище. Это что такое вообще? Это просто ни в одной стране мира такого нет, чтобы такое говорили. Это чудовищно, это чудовищно, это абсолютное зло, которое не имеет никакого оправдания. Я считаю, что нужно резко осудить это, абсолютно резко. СМИ похоронили Анастасию Заворотнюк, вместо того, чтобы сказать всего лишь одно. Настя, живи! Подписывайтесь на канал, ребята, ставьте лайки. Всем пока, до встречи!